Евангелие от Евангелия Матфея о Великом Поручении, классические тексты. Мы попытались с вами, насколько это возможно, реконструировать этот текст, соотнести его со временем Иисуса Христа и его учеников, и насколько это возможно понять, о чем же на самом деле шла речь. А как мы выяснили, она шла о том, что мы должны делать учеников согласно библейским представлениям об учительстве, о родительстве, об основании, фундаменте, которым является Тора, о желании направлять свой интерес непосредственно к благодати Божией, понимание того, что мы ограничены в попадании в цель, но для Господа Бога гораздо важнее наши намерения, причем евангелизация должна включать в себя как комплекс артикулированного представления Господа Бога, так и его морального воплощения в нашей жизни, что по сути со своей создает идеальный баланс или равновесие сил в представлении Евангелия, учая их соблюдать все, крестя. Или, как мы с вами договорились, есть факт того, что мы становимся адептами или последователями того или иного учения во имя, имя, синоним слова Бог, которое есть Отец, Сын и Дух Святой, инклюзивное на этом этапе развития откровения Божьего истины, то есть как бы намек, не утверждение на троичность Бога, хотя еще раз хочу сказать, троичность Бога подобна трихотомичности человека, которую мы должны принять, понять ее невозможно, объяснить ее невозможно, поэтому каждый раз, когда вам пытаются объяснить при помощи известных треугольников и прочих схем троичность Бога, это есть типичное слово блуде и шарлатанство, которое недостойно Господа Бога, потому что Господь Бог гораздо выше этого. Мы должны понять простую истину во всем, когда мы пытаемся понять Господа Бога. Мы должны оставить некое место для тайны. В тот момент, когда мы понимаем Бога или понимаем Бога до конца, он перестает быть Богом. Это как цель, как фата моргана. В тот момент, когда мираж, который вам кажется, что вы его достигли, вот только тогда вы начинаете понимать, что он от вас абсолютно далеко, и так далее, и так далее. В этом нету ничего дурного, в этом есть вся суть Господа Бога, поэтому есть очень многие вещи, которые мы о нем никогда не узнаем. Ну и слава Богу, слава Богу, я говорю, это прекрасно и замечательно, что Бог гораздо больше и выше всех наших с вами рассуждений о нем. Итак, дано великое поручение, однако апостолы по сути своей не торопятся его выполнять. Пусть никто не идеализирует первую церковь. Вот где вот первоапостольская церковь, а если почитать как бы у Цельса и Оригена, что говорится о первой церкви, то как бы это катастрофа. Спустя сто лет мы находим записи как бы неверующего человека, который как бы критикует церковь, и который говорит спустя сто лет, середину второго века, который говорит. Единственное, что у них есть общего, то, что они называют себя христианами, если вообще есть. Во всем остальном они отличаются друг от друга и завидуют друг другу. Читаешь, как про нашу церковь сегодня. Идеализировать не надо. Они точно так же видели конец времен тогда, как мы видим сегодня. Между прочим, они это видели и в церкви. Но оказывается, что у всего хорошего нет пределов, и у всего плохого. Как оказывается, тоже предела нет. Нет такой бездны, в которой нельзя было бы падать вечно. Оказывается. К сожалению, это имеет отношение к церкви. Ну вот, создана церковь, вернее, церковь еще не создана. Иисус вознесся. Самый лучший из учителей. Урок первый. Никогда не разочаровывайтесь, если люди, которых вы учите, вдруг ничего не поняли, или на их жизни это не отражается. Это нормальный этап. Это не потому, что вы плохие учителя. Вы должны искать своих отношений с Господом Богом и возможности явить их других людей. Если люди на это не реагируют адекватно или реагируют неадекватно, это не всегда ваша вина. Это проделки сатаны, пытаться вам доказать, что вы несостоятельны. Да, мы очень часто несостоятельны, но далеко не всегда наша несостоятельность есть причиной того, что другие люди не веруют. Примеров далеко ходить не надо. Иисус Христос. Лучший из учителей, лучший евангелист в полном смысле этого слова из Евангелия от Матфея 28 главы. Насколько он был успешен, трудно сказать. Самые ближайшие его ученики, которые имели возможность обозревать его жизнь, на поверку оказались кто трусом сначала, кто совершенно непонятливым учеником, кто предателем, кто за знайкой, кто хвостунул, без упоминания имен. И вот Иисус возвращается на землю, проповедует своим ученикам. Они его даже не признали для начала. Они сойдясь в 6 стихе 1 главы Деяния апостолов, спрашивали, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Знаете, был бы я на месте Иисуса, я бы вырвал немногочисленные волосы у себя на голове. Это после того, что он их 3 года учил, о том, что его царства нет, как бы мира всего, он их учил об эскатологическом царстве Божьем, о даровании Святого Духа, о необязательном соответствии того, что есть здесь и сейчас, тому, что будет там и потом. И вот в результате его учения при жизни и после смерти, в воскресенье, все, к чему он пришел к концу своего земного пути, ученики задают ему тот самый еврейский вопрос, который вкладывал любой еврей. Не в сие ли время ты, Господи, хочешь восстановить земное царство для нас, что на языке евреев того времени обозначало избавление от римского гнета, установление государственности Израиля, кое и не было, поскольку они находились под властью римлян. И в конечном итоге процветание, которого еврей традиционно и того времени воспринимал как обетование данное Исаии, что на этой земле будет мир, и перекуют, естественно, мечи на орала, и все животные будут жить друг с другом, и не будет больше войны, и все будет замечательно и хорошо. Они ничего не поняли. Они буквально ничего не поняли. Они ожидают Царства Небесного здесь, на земле, сейчас. После всех его объяснений, после того, что он явил жизнь. Это итог евангелизации Иисуса среди своих учеников. К чему я это говорю? Это не может не вызывать печаль. Но с другой стороны, как и все в жизни человека, это вызывает некую надежду. Если даже Иисусу Христу не поверили или не поняли Его до конца, то насколько же более... Это не значит, что мы должны сказать, поэтому я вообще ничего делать не буду. Как часто у нас это происходит. Намерение, ключевое слово, о котором мы с вами говорили. Тем не менее, фактом является простая вещь. Он говорит им, это не ваше дело, знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. А теперь внимание. Концентрические окружности. Иерусалим, Иудея, Самария и до крови земли. Это позднее подтвержденный Павлом, и мы будем говорить об этом более подробно, когда будем говорить о послании к кремлянам с вами. Во-первых, Иудеи. Во-первых, Иудеи. Мы будем с вами говорить о том, что это не просто временной наказ, вот где раньше было, а сейчас иначе. Это принципиальная позиция. Принципиальная позиция в свете тех планов, которые есть у Господа Бога, Духа и Еврея. Поразительное сочетание в одной личности, да, Бога, и человеческого еврея, или еврейского человека, и Духа Святого. Как это работает по отдельности, понять сложно, как это работает. Вместе понять совершенно невозможно. Но тем не менее, Иерусалим, Иудея, Самария и края земли. А теперь давайте мы посмотрим с вами парадигму некую образования церкви и проповеди Евангелия в Первой Церкви, которая с моей точки зрения должна являться образцом для нас всех с вами истинных евангелистов, тем более евангелистов мы с вами говорим в еврейской коннотации. Вторая и большая часть нашего курса будет посвящена мессианским пророчествам в еврейском контексте. Мне очень бы хотелось, чтобы вы, идя домой и как бы унеся это в своей церкви, попытались заставить свои церкви вспомнить о будущем. Вспомнить о будущем или вспомнить то, что эти церкви ожидают в Царстве Небесном, когда все будут находиться в Иерусалиме, еще до Небесного Царства, не в Курске и не в Орле, и даже не в Москве, а именно в Иерусалиме. Там будет построен храм, и там будет Давид, и там будет очень много из вещей, которые нам лучше знать сейчас уже или понимать сейчас уже, потому что, как бы, такая возможность у нас есть. Это еще не наступившее будущее, но мы можем вспомнить об этом. Итак, праздник Пятидесятницы. Они все единодушно, обратите внимание, не единообразно, а единодушно вместе. Единодушие предполагает разнообразие. Единообразие не нуждается в единодушии, поскольку по определению это тавтология. Или то же самое. Ежели мы уже единодушны, то мы как бы в одном образе. Но если мы единообразны, мы не нуждаемся в единодушии. Единодушие предполагает изначальное разнообразие взглядов и мнений, ибо нету никакой заслуги в том, чтобы любить себе подобного или любить свое собственное зеркальное изображение. Писание говорит, так поступают и язычники. Заслуга же всегда состоит в том, чтобы любить другого, отличающегося от тебя. Причем серьезно отличающегося от себя. Вплоть до того, чтобы любить даже своего врага, который отличается не просто внешне, традиционно, культурно, исторически, языково, но еще и по моральным критериям. Поэтому в день Пятидесятницы они были единодушно вместе, собранные из разных народов. Все до единого евреи. Традиционно считается, что праздник Пятидесятницы, это то, что у вас, как называется этот праздник, я не знаю, вы мне потом напомните на русском языке. У нас на Украине, по-моему, его называли зелеными праздниками или как-то так. Ну, не суть важна. В Библии этот праздник называется праздником Шевуот. Запомните, Шевуот, который происходит от слова неделя или семь, Шева, с окончанием Вав, Тет, Вав, Тав, прошу прощения. Это слово обозначает Шевуа или неделя во множественном числе, или Семежды Семь, то есть 49. Это те дни, которые должны пройти после праздника Песах или праздника, который вы называете праздниками опресноков. Это не Пасха христианская, не надо путать, это два разных праздника. Праздник пресных хлебов, когда евреи должны в течение семи дней кушать по домам пресный хлеб и праздновать в своих жилищах. Традиционно считается, что этот праздник был дарован еврейскому народу в день прихода к Синайской горе или Синайское, так называемое, откровение. Вы скажете, читая книги Исход, как же так это возможно, когда там написано, что они пришли туда в третий месяц. При любом исчислении, будь то еврейский месяц, который может быть 28 дней или Григорианский месяц, который 30 или 31 день, если это не февраль, у нас никак не получается 49 дней, чтобы был третий месяц. Это по-гречески. По-еврейски вполне прекрасно получается. Потому что по еврейскому летоисчислению любой день, минута или секунда из дня считается целым днем, поэтому часть одного месяца, целый месяц посередине и кусок следующего месяца считается легитимными тремя месяцами. Отсюда отгадка, но часто задаваемый христианскими, христианами мне вопрос, каким образом Иисус провел три дня и три ночи согласно порочеству Ионы. И какая вообще связь, когда при любых подсчетах не получается, что там было 72 часа. А они там должны быть 72 часа? С точки зрения грека – да. Дорогие мои, мы должны понимать, что Писание писалось евреями, во-первых, для евреев. И с точки зрения евреев, которые читали Писание, на третий месяц или на третий день вовсе не обозначало 72 часа, а обозначало часть дня, день и еще часть дня, или часть месяца, месяц посередине и еще кусок месяца. Поэтому до сегодняшнего дня евреи на праздник Шивот празднуют дарование Тор или дарование Синайского откровения, хотя по всем международно-правовым организациям объединенных наций или греческим стандартам ни о каком третьем месяце речи идти не может. Кого это волнует? Если Писание было написано опять-таки евреями, во-первых, для евреев. И нам, если мы хотим на самом деле понять вообще, о чем идет речь, и не задавать вопросов, которые не требуют ответов, по простой причине, что там этих вопросов нету, нам, наверное, все-таки лучше попытаться исторически реконструировать, о чем идет речь. Кто там был? Там были, во-первых, мы должны себе понять. Мы говорим, вот они там были, единодушно собрались, Дух Святой на них сошел, и они все уверовали. Да. Но с другой стороны, представьте себе этих людей. Сегодня, в воскресенье, на минуи раз трудно собрать людей в церковь. И мы делаем всевозможные ухищрения, чтобы сказать, сегодня будет особенное собрание, сегодня приедет Михаил Цин проповедовать, сегодня он не приедет проповедовать, и все сразу наоборот приходят. Неважно. Вы делаете все возможные ухищрения, новые занятия, занятия для детей, клуб, я не знаю, там еще чего, чтобы люди пришли в церковь. Праздник, отличная свадьба, евангелизация сопровождаемая, я не знаю там чем. Все здорово, замечательно. Для того, чтобы эти люди попали в Иерусалим, им надо было предложить огромные усилия. Почему? Если мы обратимся с вами к 23 главе книги Левит, 23 глава книги Левит, то вы увидите там то, что написано праздниками Господнями. Среди праздников Господних их было достаточно, какое-то определенное количество. Было три основных, которые каждый еврей, достигший совершеннолетия, обязан был. Не потому, что хотел, не хотел, а потому, что веровал. Если я верую, я не могу не хотеть. Вы понимаете? Если я говорю, что я люблю свою жену, я не могу не хотеть сделать ей добро. Это не потому, что о, я ее люблю, теперь я должен делать ей добро. Так вопрос никогда не стоит. Любовь не требует объяснения. Она непроизвольна, точно так же, как ваше дыхание. Вы не говорите, «Эх, я жив, опять мне надо дышать». Правда? Как бы дыхание и есть функция вашей жизни. Без дыхания жизнь сама невозможна. Точно так же здесь. Люди, которые веруют и любят Господа Бога, они выполняют его заповеди не потому, что они обязаны. Они не могут не выполнять. Если они перестанут их выполнять, они перестанут жить. Для них выполнение заповедей есть ни много ни мало их жизнь или эффективная реализация их жизни в свете их верования. Это естественное отправление души. Точно так же, как у человека есть физические отправления тела. Это естественное отправление души. Для того, чтобы попасть в Иерусалим, затридевать земель, путешествие занимало несколько месяцев, в два конца. Учтите, что праздник Пасхи, за ним следовало через 49 дней праздник в Шиву от Пятидесятницы. Практически человек, который приезжал на праздник Пасхи и побыв в неделю в Иерусалиме, он не имел возможности уехать к себе домой, и вернуться опять. Он должен был оставаться там все эти 49 дней. Если вы добавите к этому времени еще месяц до того добраться и месяц после, у вас получается срок порядка трех с половиной месяцев, на что он должен был существовать и кормить свою семью дома. Это значило, что он должен был прилагать титанические усилия по работе там, чтобы обеспечить возможность служить Богу здесь. Они не просто собрались, купил билет на самолет и прилетел. Очень многие погибали в дороге. Надо было не просто приехать, надо было принести жертву Господу Богу. Флавий пишет, что в то время в Иерусалиме, во время этих трех великих праздников, праздника Пасхи, или Апресноков, праздника Пятидесятницы и осеннего праздника Кущей, еще один великий праздник, который описан в 7-8 главах Евангелия Иоанна. Вот во время этих праздников в Израиле или в Иерусалиме собиралось до одного миллиона евреев из разных стран мира. Если вы при этом учтете такой простой факт, что Писание говорит, что они, помните, как Иисус приходил на праздник, и он находился на Иллионской горе в расстоянии субботнего пути от храма. Субботний путь это расстояние порядка одного километра. Все такое расстояние, преодолеваемое за день в субботу больше, чем один километр, считалось работой, которую еврей не имеет права выполнять в субботу. Поэтому вся эта масса народу, больше одного миллиона человек, плюс 150 тысяч постоянных жителей Иерусалима, должна была находиться, если они хотели посещать храм в праздничный день, в радиусе до одного километра. Не было многоэтажных домов, не было систем канализации. Можете себе представить условия, в которых жила эта чудовищная масса населения. Можете представить количество жертв, которые приносились в храм. Это была серьезная жертва. Но не прийти для людей искренне верующих и боящихся Бога было бы гораздо худшим, более тяжелым испытанием, чем находиться там в это время Иерусалиме и выполнять заповеди Бога. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, о какой категории людей идет речь. Это люди, посвященные Господу Богу. Это очень важно. Когда мы говорим о проповеди Евангелия и о том, насколько подготовлена аудитория, для одних, вот для таких, мы можем позволить себе упоминание имени Иоэль, и они сразу знают, о чем идет речь. Они сразу говорят, ага, это то, что было заранее пророчественным. Для одной категории людей, подобно этому, вы не должны им говорить, что заниматься скотоложеством есть грех и что блуд есть грех, ибо они знают. И для них требуется лишь касание Святого Духа, чтобы не изменить их полностью природу, но повернуть их природу в новое русло, ибо заложены фундамент и основание слова, которому они были научены сызмальства, и в которых они произрастали в своих семьях. И теперь надо было только сказать, вот то, что ты знал, оно гораздо шире, больше, глубже, и должно идти вот в эту сторону. Нельзя путать, что когда мы проповедуем Евангелие людям, которые вчера вышли из индуизма, буддизма, синтаизма, или разных прочих измов, они не имеют представления о сути того, что вы говорите. И мы очень часто можем перепутать понятие эмоциональное с понятием духовным, когда вперед выйти, для того, чтобы принять Господа, выходит 35 тысяч, из которых 34 тысячи 700, слава Богу, за остальных 300, понятия не имеют, зачем они вышли. Они вышли лишь потому, что вышли остальные 34 тысячи 700. Мы должны это понимать. Так что здесь идет категория специальной абсолютно людей, посвященных и жизни своей, доказавшей, между прочим, что они ищут Господа Бога и ищут исполнение Его воли. И так они приходят, исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Дальше происходит замешание людей, не понимают, о чем идет речь, поскольку это достаточно интересный феномен, происходит их говорящих на человеческих языках здесь, в конкретном этом контексте. Каждый слышит, не обучаясь языку, он слышит, что они говорят вдруг на этих языках. Но главное происходит потом. Я не буду сейчас говорить о пророчинах, я не буду говорить о, как принято называть в богословских кругах, о первой евангелизационной речи апостола Петра. Естественно, он не произносил никакую евангелизационную речь. Он просто апеллировал к тем пророкам, пытаясь людям объяснить, что на самом деле происходит. Они все хорошо знали жизнь Петра, между прочим. Это тоже само по себе важно. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok